Всем привет, друзья! С вами Наташа. Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас 19 апреля. Вчера я просто плохо себя так чувствовала. Получается, целый день, считай, ничего не делала. Так немножко поснимала, лежала, мне было плохо. Не знаю, кружилась голова, хотелось спать. Но сегодня я бодрячком встала. На улице солнышко, птички. Вот, я быстро в теплицу сбегала. Сегодня, не знаю, не гарантирую, но, может быть, вечером должна буду посадить рассаду. Погода неплохая. Сейчас помыла все кастрюли, остатки все курят. Готовлю заново все свежее. Ну, и немножко поснимаю вам, что я готовлю. Я тут себе такую галерею выложила на столе. Помыла редиску, лук, петрушку. Все это с моей теплицы. Редиску, наверное, я все уже дорву. Кто хотел, тот вырос, кто не хотел, тот торчит в земле, занимает место. Посею, наверное, свеженькую. Это у меня лук-бату. Обрезала более-менее с толстым вот этим. Перо пойдет на салат. Вот это толстенькое сейчас пойдет на ленивые котлетки. Ленивые отбивнушки, как-то по-разному можно назвать. Так, и петрушечка. Все пойдет на салат. Вот салат у меня будет лук, редиска, петрушка и яйцо домашнее. Вот я принесла, уже отварила, а это свеженькие. Даже здесь у меня гусиный фарш. Сюда немножко молочка, разомну батон. Лук вот этот вот, толстые основания, сюда порежу. Немного чеснока, яиц вобью. Немного майонеза, но он такой получается, не знаю для чего, но неплохо с ним получается с майонезом. Поэтому я немножко его добавляю. И крахмала. Ну, у меня такие есть ленивые отбивные, кто рубленые котлеты называет. Ну, у меня вот так будут ленивые котлеты в данном случае. А ленивые отбивные, это когда я делаю из спинок. Обрезаю все вот это мяско, так делаю из куриных спинок. В данном случае у меня мой домашний гусиный фарш. Буду жарить на гусином жиру. Вот. Дальше, здесь все подготовила. У меня будет коврижка. Самое такое универсальное вкусное блюдо. У меня здесь варенье из груши. Моей кляпсы. Такое шикарное варенье. Сейчас с этого варенья, с кефиром, яйца, мука, сахар, соль, сода. Все это перемешаю и в чашу мультиварки. И у меня время будет, она сама будет печься, время будет свободное на что-то другое. У меня мультиварка-скороварка. Это палочка-выручалочка. Здесь у меня остался супчик вот такой. Как бы вам сказать, это бульон. На куриных спинках. Я просто вот две куриные спинки. И туда положила мультиварку, в чашу. Натертая морковка у меня была замороженная. И пару этих жмений пшена. Все туда кинула. Молотая у меня здесь лаврушка, базилик мой домашний молотый, сушеный. Лук сушеный молотый, соль, перец. Все, закрыла чашу. Поставила варка супа. И все, у меня суп готов. Сам по себе сварился. Вот это у меня тушеные кабачки. Я размораживала, не размораживала, а залезла в морозиловку. И увидела, что у меня пакет с кабачками, перцы нарезаны и помидоры. Это у меня так в прошлом году оставались. И я все в пакет слоями так сложила. И взяла немножко вот этого фарша, что сейчас вам показывала. Кусочек небольшой на дно выложила. Потом у меня так вот и кинула замороженным. К раз в форму влазила кастрюле этой мультиварки. Сейчас поближе покажу. Вот, на дно, получается, выложила фарш гусиный. Потом у меня кусочками были кабачки, перцы, помидоры. Тоже немного сверху все присолила, поперчила, приправы добавила. Закрыла крышкой, в воду ничего не добавляла. Это кабачки столько воды пустили. Все, у меня такое получается овощное раку. Это буду я кушать, ну и кто захочет. Ну и варим по чуть-чуть компот из сухофруктов. Это мои домашние сухофрукты. Сахар сыпанул, надо сейчас размешать. Все сейчас настоится. Вот компотик полезный, наваристый. Так что вот такое мне на сегодня планы приготовить. Еще будет картошечка к этим котлеткам. Ну вот, у меня получается на первое оставшийся бульон с куриных спинок, с пшеном, морковкой, с луком. Такой получается он диетический. Вот, это бульончик будет. На второе будет картошка отварная. Посмотрю, может просто с маслицем, с солькой ее помну. И к ней будет салат с лука, с яиц, с петрушкой и с редиской. И эти рубленые котлеты или ленивые котлеты. Как мы назовем, как хотите. Главное, что вкусно. Вот. И на десерт будет компот с сухофруктов и моя ковришка. Все это будет приготовлено. Потому что сейчас выходные, дети будут все дома. А работы много, надо ловить момент. Солнышко. Вот. Поэтому быстренько сейчас, пока все в школах, в институтах, на работе, приготовить, кушать, прибраться в доме и выходить на огород. Ну все, салатик готов. Заправила сметаной пополам с майонезом. Можете просто сметаной. Кто любит масла разные, можете маслом заправить. Так, вот так выглядят у меня ленивые котлеты. Ленивые отбивные. Как-то так. Здесь получается. Батон я замочила в молоке, размяла руками. Здесь фаршами агусиный. Где-то 4 яйца. Крахмал. Лук. Лук у меня нижняя часть зеленого лука. Можете обычный лук. Чеснок. Соль. Перец. А, и крахмала 2 ложки. Не знаю, говорила, не говорила, уже сбилась. Все, сейчас я это все перемешаю. Оно будет настаиваться. В это время я почищу картофель. Ну все, начистила картошки, поставила вариться. И буду сейчас жарить котлет. Ну, у меня уже пока я все готовила. Спеклась вот такая коврижка. Сейчас я ее переверну на блюдо. И помажу глазурью шоколадной. Ну, вот такая коврижечка у меня получилась. Еще горячая. Я покрываю глазурью со всех сторон, чтобы она не черствела. Вот. И она получается сочная, в шоколадной такой помадке. Очень вкусно. Ну, вот так они выглядят. Не разваливаются. Сейчас переверну. Ну, посильнее надо так теперь пожарить. Буду тогда с двух сторон. Ну, их получается много. Удобно. Не надо лепить. Еще сюда эти стволы петрушки. Когда вверх зелень всю пообрывала в салат, а веточки вот эти порезала сюда, чтобы не пропадали, не выкидывать. Тоже дадут свой аромат и полезность. Вот такой у меня фаршик. Не жидкий, не густой. Ложка как раз накладываю, как оладушки. И все. Сейчас нажарим. Картошка варится. Картошку я никогда не солю, когда варю. А потом, когда она сварится, воду солью и солю. Если надо, все делаю, как для пюре. Если не надо мне пюре, я вот сейчас с маслицем помну. Маша у меня с маслом любит соль. И тогда уже сольку в конце сыплю. Тогда она рассыпчатая такая, не твердая. Ну вот, уже дожариваются с двух сторон. Я их подрумянила. Вот такие получаются котлетки. В кастрюльку складываю. Вот у меня вкуснотища. Вот такая целая кастрюлька у меня получилась. Сейчас накрою крышечкой, они еще пропарятся. Вот. Пойду, поубираю в комнатах и выхожу на огород. Так, сейчас пришла Даша со школы. Ну вот так выглядит картошечка у меня здесь с маслицем, с солькой, салатик и котлетки. Вот, разрезала ковришку. Вот так она выглядит. Здесь дольки груши. Сейчас поближе покажу. Помадка шоколадная. Все дольки из груши. Видно, ведь она не сырая, красивая. Вот и вкусная. И компотик сухофруктов. Ну вот так выглядит ковришка с середины. Вот видите, все пропеченное. Вот, всем приятного аппетита! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok